Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Алиса Огородова рассказала о новостях с острова любви. Второй сезон находится под угрозой закрытия. Виной этому Елисей Полищук. Ведущие вынесли очень серьезное заявление. Из-за того, что Елисей все время спит и ничего не делает, ведущие дали ему неделю на то, чтобы он начал себя как-то проявлять. А иначе второй сезон острова любви просто закроют. Елисей начал себя проявлять, ухаживать за девушками. Он выразил симпатию Марине Мексике. Ама Тата Абрамсон Марина Тристановна опубликовала свой первый блог. Она поделилась своими впечатлениями об участниках проекта. «Меня хорошо приняли», – пишет женщина. «Поселили в уютный дом. Из ребят мне очень нравится Саша Харитонова. Обожаю Глеба, Ебарова. Барзиков вообще как член семьи. На маму Майи никакого зла я не держу. Но взрослая женщина не должна вести себя так с беременной маленькой девочкой». В городских квартирах состоялось очередное ток-шоу, которое посвящено острову любви. На нем выступала группа «Плазма». На съемки приезжали Рустам Солнцев, Настя Лисова и Катя Колесниченко. Как вы помните, к Майе Донцовой пришел участник битвы экстрасенсов Денис Высоцкий. Он увидел девушку на экране и сразу захотел познакомиться с ней. Донцова долго ждать не стала и объявила с экстрасенсом пару, скрепив союз поцелуев. А на следующий день она заявила, что экстрасенс приворожил ее. И добровольно она бы не стала с малознакомым парнем заселяться и целоваться. Глеб Жемчуков покидает остров любви и возвращается в Москву. Несколько постов он посвятил своей подруге Марине Мексике. «Красотка моя, буду скучать. Рад, что ты есть в моей жизни. Рад, что на острове укрепили нашу связь. Обожаю тебя и сильно ценю». Иван Барзиков шокировал зрителей и работников дома два. Недавно на лобном месте Ира Пинчук унизила Ваню, намекнув на его недостаток маленький размер мужского достоинства. Кстати, об этом же говорила и любовница Вани Саша Харитонова. И, видимо, Барзикова больно задели слова Иры и Харитоновой. И он ночью спустился в общую кухню и расхаживал там голый. И теперь сотрудники телепроекта, которые могли лицезреть его из операторской, могут подтвердить, что у Вани все в порядке. Валера Блеменкранц и Тата Абрамсон выбрали имя для своего будущего ребенка. Валера пишет «Мы поговорили с Татой и определились с именем Феликс или Мишель». Проектные художники, такие как Саша Гозиас, Марина Африкантова, Костя Иванов и Оля Рапунцель организовали выставку продажу своих картин под руководством Чуева. Все свои картины они продавали по 55 тысяч. Лиза Полыгалова выкинула в снег помолвочное кольцо, которое Ваня Барзиков дарил Ире. Кольцо ребята так и не нашли. А Лиза и Ваня заезжают в комнату, где Барзиков жил с Пинчук. И они заводят разговоры о покупке нового помолвочного кольца. На этот раз для Лизы. Женя Гусева завалила свой микроблок фотографиями цветов. «Желаю каждой девушке столько роз, чтобы в комнате некуда было ступить». Ольга Бузова покупает машину взамен Мерседеса, который у нее отобрал Дима Тарасов. На днях она была замечена в салоне по продаже автомобилей. И машина, которая приглянулась Бузовой, стоит более 10 миллионов рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.